Рады вам представить и показать вторую карту противостояния Invictus Gaming и King Gaming. Счет серии пока 1-0. Кины с достаточно большим трудом, с напрягом, я бы даже сказал, смогли на первую карту взять YG. Но посмотрим, как будет у второй карте развиваться событие. Сразу хочется обратиться, конечно же, к нашим партнерам, товарищам Parimatch, которые теперь уже коэффициент немножко снизили на Invictus Gaming. Если мы говорили в начале первой карты о том, что коэффициент колеблся где-то в районе 1-2 на King Gaming, сейчас коэффициент на King немножко поднялся и составляет он на победу во второй карте 1-45. Ну и, соответственно, на команду Invictus Gaming коэффициент как раз-таки и снизился. Теперь это 2-62. То есть вроде все еще King Gaming фавориты, но уже, вы знаете, с таким небольшим уточнением, в виде того, что все-таки 1-4 это на команду явного фаворита многовато. Оставляют шансы на то, что Invictus Gaming могут победить. Это действительно правда, потому что хорошая серия против E-Home, потому что неплохая первая карта против команды King Gaming заставляет верить в этот коллектив, что Invictus Gaming здесь могут еще побороться. Если уж и не сегодня в рамках данного матча, то где-то по лузерам до гранд-финала и вновь, может быть, встретиться с King Gaming. Но, конечно, будут надеяться на победу в карте под номером 2 и там где-то вывод на третью решающую. Посмотрим, получится или нет, драфты на ваших экранах. По-прежнему мы с Дмитрием в прямом эфире. Для вас работаем у микрофонов. Смотрим за пиками. Наслаждаемся хорошей китайской дотой. Все так. Shadow Shaman Undying. Первые два пика от Dog Fights. King Gaming, Никса и Darkseer себе забирают. Вспомнили об этих героях. Ну и Кины, посмотрите на эти баны. Прежнему Медведь. И на этот раз уже к Медведю присоединилась Нага. Две карты потребовалось Китая, чтобы посмотреть на Нагу от товарища Дудла и убедиться в том, что Нагу стоит в первой стадии просто забанить. Но появляется Ликантроп. Тоже одна из тех стратегий, с которой Invictus Gaming очень много мелких китайских турниров проходили. Осталось 10 секунд. Ликан тоже персонаж с умонами. Дудл вполне себе может на этом герое отыграть. Плюс добавляется Shadow Shaman. Представьте силу пуша этого пика. Ну и команде Кину уже придумывать пора о том, как этот пуш останавливать. Потому что Никс, Дарксир, конечно, линия сильная. Ну, Ликантропу плевать на эту линию на самом-то деле. Потому что чем бы ни занимались Дарксир и Никс, у Ликантропа всегда хороший Хапориген. Он использует Quilling Blade и спокойно добивает любого крипа, который подойдет. Будь то он под Айншелом или будь то он без Айншел. Осталось только для Дизраптора. Будет хорошая пятерочка. Такая, которой ничего не нужно, кроме одного артефакта. Никс с Асайсоном. Ну, они просто будут стоять. То есть, может быть, даже Ликантропу не получится убить. Но Никсу можно дать щиток. Он пойдет в центр, убьет кого-нибудь. Или на легкую линию переместится. Но King Gaming не изменяют самим себе. И они берут, наверное, самого любимого саппорта для КК. Или для Дарка. Для Дарка. Для Дарка, по-моему. Да, для Дарка. КК на Никсу сыграет. Но это еще и в том числе от спам. Тот самый от пуш. Если вдруг Ликантроп со всей своей массой, массой самонов в виде некрономиконов, в виде самона, прирученного с номинатора, отправится куда-то на твои строения. У тебя есть иллюминейт, ты его поставишь. И все будет прикольно. Ну и комбинация по Тарсиру, да, действительно хорошая. Где-то поставим вот этот вот дискошарик под вакуум, под волов реплику, под подкоп Никса. Здорово, красиво, все светится, все горит. Все взрывается. Неплохой пик. Ответ на Ликантропов более чем достойный. Посмотрим, чем дальше Invitus Gaming будет подкреплять своего Ликана. Ну, пока что-то не хочется идти пушить против этого. Тех героя могут отбить агрессию. И тем же Ликантропом не очень комфортно бить в Виллу Фисп, где атак спид у него не такой быстрый. Он, может быть, добегает до него быстро, но сам Ликантроп имеет маленький атак спид. Он обычно выезжает за счет самонов, за счет полков, за счет некрономиконов. Поэтому он, скорее всего, будет больше использоваться как танк, который будет фронтлейнером. И нужен вот кор. Ну и сейчас. Сейчас можно взять оффлейнера какого-то. Можно еще раз Думу взять. А, это не я не брал, это брали Invitus Gaming. Тогда им нужен какой-то оффлейнер со станом. Это он? Наверное, это он. Я надеюсь, что это он растал. Оффлейнер со станом? Венжерфул Спирит? Да. Она будет свапать котла. Она будет убивать Виллу в бисп. Она будет свапать Свена. То есть Свен заходит замес. Кингай его свапает. Свена снова заходит замес. И она снова его свапает. У нее заканчивается БКБ и получает Хекс Шадоу Шамана. Осталось 5 секунд. Ну, давайте начнем с того, что Свен был пикнут после Венжерфул Спирит. Я думаю, что у Кингеймек должен быть план. Они же не брали Свен для того, чтобы Венжерфул Спирит туда всегда свапала всю драку. Да нет, естественно, из раздела фантастики, что Венга стоит за Месси, на максимальной рейнже Свен прыгает, она его свапает. Он снова заходит замес, она там снова отбегает, снова его свапает. Естественно, такого не будет. Такое не произойдет. Вот. А еще я хотел бы сказать, что, наверное, Венжерфул Спирит здесь это несколько такой ворованный трюк, который использовали сами Кингейминг в лучшие свои пики. Это когда Уа Инг играл на Венжерфул Спирит в центре. У меня есть такое ощущение, что Венга здесь может отправиться в мид. Ну, игра такая через вейв, через быстрый левел, и все это опять-таки задело на пуш. И что приятно, вот появлялся тот самый Котл против Ликантроп, который хорошо останавливал, вроде бы, за счет Эллюминейка. В Венжерфул Спирит есть чисто теоретическая возможность Котла подсвапнуть. И убить. Ну, в ближнем бою умирают все. И Венжерфул Спирит, и Ликантроп вместе с Амонами. Если Слен одевается, наступает конец. Может быть, чисто теоретически в глубоком лейте Шадо Шаман там в 25 уровне окружит себя на Змейками, но на Змейке есть тролль. И он их убивает. Дамагер. Или продолжить настаивать на своем и взять что-нибудь для дополнительного давления и пуша раннего. Осталось 10 секунд. Что-то осталось. Пугна? В оффлейме. Да. Осталось 5 секунд. Альтернатива Пугне. Какой запоздалый пуш. Значит, сначала Аганим, а потом все остальное. Сигнатурка для Эмма. Инвокер. Окей. Это действительно будет Венжерфул Спирит. Слушай, меня вот, мое воображение просто поражает сейчас, товарищ Джей Ти. Вот ты помнишь сегодня всех оффлейнеров, всех оффлейн персонажей, на которых он сыграл? Просто перечислить, да, вот на чем сегодня откатал Джей Ти за команду Invictus Gaming. Вот мы смотрим два матча. Мы смотрим уже пятую карту с участием этой команды. И что мы видели? Давайте просто рассматривать. Первую сложно будет вспомнить. Тайтхантер там был? Да, и он умирал всю игру. Второй был Мирана. Третий был Омни Найт. Четвертый был... На ком он сейчас сыграл? Фурион. На Фурионе. И еще и Венжерфул Спирит. То есть пул героев для оффлейна у него самый вообще непонятный, самый невообразимый. Как можно на таких персонажах испанить? Фантастический игрок. Не, ну если бы он еще на всех так круто играл, как, например, на том же Омни Найте, было бы круто. Но Фурионе он был все-таки неплох отчасти. Может быть, он где-то не доигрывал, там какие-то артефакты не покупал, на которые мы обращали внимание. Но он все равно играл интересно. Интересно. То есть он еще вот своими мувами он оставлял надежду для команды Dyer, чтобы победить. Хотя было оффлейнером. Это была не первая и не вторая позиция даже. Посмотрим, насколько здесь раскроется он на Венжерфул Спирит. Это будет оффлейн венга. Который пойдет в хард. Ну, как минимум, интересно. У команды King Gaming, откровенно говоря, пик скучный, потому что он супер метовый. Каждого героя, что здесь не возьмите. Он появляется всегда, везде практически. Эти персонажи, они уже мозолят глаза. Но что поделать, этим King Gaming выигрывают. King Gaming, они хотят поехать просто в Бирминген. Мне кажется, King Gaming в этом пике взяли все, что они любят брать. Это и Keeper of the Light, любыми героями Дарка. И Nyx Assassin, который регулярно отправляют в бан на первой стадии. Ну, под Nyx, естественно, грех не взять Дарк Сира. Потом еще и Свен против Ликантропа. Вообще, вот в их пике прям все улыбается. Все герои прекрасно сочетаются друг с другом. Коттл, может быть, несколько выпало из мета, да? Стоит подметить, что Keeper of the Light, я что-то не помню, чтобы было много. Из-за того, что я видел, другие пятерки больше заходят в пик. После вот того нерфа шарика, вот раньше был прикольный, ставишь шарик, потом еще один. И они по очереди станет. После того, как сделали так, чтобы они тикали в один момент, Keeper of the Light стал не так опасен в Лейте. Раньше поднимаешь или подошел шар, и ты почти пермастан устраиваешь оппонентам. А сейчас такого нельзя сделать. И он стал послабее в этом гейме. GT здесь избивают. Питал иллюминейт, питал станд. Водч пытался руну какую-то забрать. В итоге две руны здесь отдаст. Никс прям неплохо так сыграл. Был очень близок к тому, чтобы своровать руну. Питал в себя весь урон, но ему не важно. У него высокий хп реген, и он может себе это позволить. Оникс, да. Никс этим славится. Хп регеном своим. Возможностью размениваться хитпоинтами вечными. Уходит куда-то... Куда-то выходит. Куда-то бежит. Выводит на себя Оли. Ну, ждет пачку крипов следующую. Хорошо. Чтобы ее куда-то там по тавр вывести. Получает брат Дикея. Неприятно. Ну, терпимо вроде. А, он еще будет ждать. Еще будет круги наматывать. Интересный геймплей. Нет, все. Остался с одной пачкой только. Неприятные плюхи в спину. Танго тратит, конечно. Ну, вводит, вводит хоровод. Андайк возглавляет эту зомбо-ферму. Пытался бодиплочить даже, какая не отпускает. Даксир подтягивается. Так. Интересно все. Сайеншелом подоспел. Дикей по-двоим теперь. Андайк вообще норм. Потому что Дикей по-двоим можно тоже размениваться. Какие-то плюхи давать. Ну, как ожидалось, Ликантроп будет фрифармить. Ну, это быстрый доминатор. Это выход в некрономиклоны. Это все то, что мы любим. То есть, ну, здесь я просто не представляю, как Дарксир с Никсом могут вообще помешать Ликантропу фармить. Ну, они, конечно, могут под двумя щитками под вышку залезть. Но это чревато. Ой-ой-ой-ой, какая-то прям опасность Дарксир. Еще один Дикей по-двоим отдал Undying. У Дарксира остается сейчас 67 здоровья. У него второй уровень, конечно, может качать Сюрдж. Наверное, придется это сделать, потому что еще один Дикей и Левен просто умрет. А еще может Ликантроп перехватить. Рисуется интересный план, да, что, мол, Дудл, может перетянись, может быть, по Дарксиру буквально одну тычку дай, и он умрет. И ты заработаешь себе Феррестблад. Вот, будет круто. Вот это мы, конечно, посмеемся над Дарксиром. Не, ну там хилка есть. Ладно, хилка сразу используется. Но все равно за один вот такой заход на двойную пачку, что-то много хапоригена потеряли, ребята, и скин. Может быть, конечно, того стоит. Ну, Дудл тоже грамотно сделал. Он выводит на нейтралов. Все в порядке. Ундайнк отрабатывает, уворачивается от станов, избивает двух героев, постоянно стакает силу. И просто в Солянова борется за Дарксиром и Никс Асайсином. Очень много делает Ундайнк. Он, кстати, четыре крипа уже сданавил. Ну, да, он еще пробивает хорошо. Пласкетого и Левена нет. И нужно либо нести, либо уже бежать на базу. Для того, чтобы бежать на базу, ему он сейчас сейвит скиллпоинт. Возможно, мечтает о том, чтобы убить кого-то через вакуум, но вообще можно уже бежать, по-моему. Без маны. Домой, без маны, без хп, или под вышку умереть. У него остался ман на один щиток. Никс опять собирает. Собирает большую кучку, могучую кучку. И одного крипа пропустил. Собирает левена. Вот он. Видишь? Как я и говорил. Он прет. Бам. Бам. Так, ну на Сол Ринг он себе не насобирал, кстати. Надо быстрее возвращаться на линию, потому что КК готовит новую двойную пачку. Очень вкусно. Ну, это, пожалуй, самое интересное, что происходит на карте. Это забавно так смотрится. Один крипов приводит, второй. Ну, смотри, Ликантроп вот. Кантроп он. А что Ликантроп? Привел крипов. Ну, все равно сейчас эта пачка пройдет под вышку к кемгеймингу. Да, единственный минус, Ликантроп может не задонайить крипов, потому что крипов слишком много. Не, нормально, только одного упустил. А крипов, смотри, в каком пути пошли. На линию возвращаемся, на линию, ребята. Вот это острота. Как же он хороший, а. Единственный минус, что там Дарксиро, он все равно кинет щит, подойдет, переагрит, и крипов уйдут. А вот если бы не было вот этих вот щитков и всего остального, как с лондруидом, помнишь? Там идет 3 или 4 пачки крипов, и они просто насят одну вышку, вторую, третью, и поехали. Здесь уже с Дарксиром, чем больше крипов, тем лучше. Ну, сколько он получает? 10 крипов? Не, на самом деле, очень мало убил 11. Очень мало зафармил. Ну, 10 там, с двух двойных пачек там. И еще пару пачек просто свободно проходили. Undying's Denial 7. Undying, отец. Ликантроп 4. То есть, смотри, они на двоих сданали 11 крипов, это очень много. То есть, Undying реально очень много сделал, он вообще выбил весь реген. Ликантроп все это время стоял и просто фармил. Теперь Ликантроп может позволить себе в наглую размениваться с Дарксиром, потому что у того не хватает артефактов, у него вообще ничего нет. Ну, просто вот, это все, что у него есть. Это кольцо и щиток с крещаткой. И... Ликантроп реально вот чувствует силу на этой лени, у него очень скоро будет Доминатор. А вот с Доминатором Дарксиром можно и убить на шестом. Взял, например, крипа с сеточкой. Кто-то накинул Сороша, а ты ему сеточку, оп, сюда. Ну, Ликантроп один из лучших героев, который стоит против этой даблы, один из лучших. Есть Бремастер Дальхантер, который тоже неплохим, против, ну, связки Дарксир, пусть кто-то на линии. Так, Ваинг, в те времена, Мондаинга забирает. Интересно получилось. Воли забрал дабл дэмэдж, но у Ваинга тут были топорики, у него левел хороший. И одно убийство для команды Кин. Ладно, мы все пронис, пронис, тут все понятно. Ребята из Кингейминг здесь линию не выиграли, это точно. У Ликантропа более чем прекрасный старт, крипов у него просто вагон. Ну, я даже не пытаюсь сравнивать с Дарксиром. То есть Ликантроп просто перефармливает Дарксиром два раза даже, более чем два раза. То есть, это вообще жесть. У него доминатор сейчас будет. Атака пошла в середине на JT, JT есть тики, 2, Декей, Оли, Солрип, Дай, Солрип от хил, Солрип. Ну, как же Ваинг выживает, нормально. Здесь кто-то залетает, Санстрайк уже от Эммы с центра. И делают еще одну бист, убивают киперов злайта. Старт инвиктус гейминг пока хороший, очень хороший. Выход на Эмма. Пошел Никс, бах. Да, но вот инвокеры, оказывается, дела идут не так хорошо, потому что тролля он проигрывает уже тысячу с центра, 1 на 1. Ну, был 1 на 1 до прихода КК, понятное дело. А так, тролль пришел, убил андайинга, пришел в центр, убивают инвокер вместе с Никсом. Нормально получается. Ну, я больше опасался товарища Ликантропа. С суперранним доминатором. Он уже взял себе медведема на крушителя. Сейчас появится форма. Форма есть, кстати говоря. Ну, где-то можно просто Арксиры будет поймать на отсутствие сюрджа, убить его вообще. Ну, самое сейчас главное, чего лучше не делать, это не приходить к Дарксиру, потому что если Дарксир 1, он кинет на себя сюрдж и какое-то время будет убегать. Если, например, 2 героя, ну, допустим, Дарксир плюс Никс, то сюрдж только один. Или Контроп просто одного из них убивает. Поэтому Дарксир можно спокойно оставить снизу. Прифармить Свен, прифармить Тролль. У них все отлично, играть только от этого. А Дарксир пусть просто выкачивает левел. Как ни крути, но в лейте Свен побеждает. Тролль и Свен побеждают Ликантроп. Один просто убивает сам, а второй вешает миссы. Он побежал. Бежал. Ой, как красиво. Как же быстро он все сделает, прям в миллисекунды. Ну, это всегда турка эмма, он инвокер эмма. Да, ну, то есть он очень быстро все прокликал, прям. Он меньше, чем за секунду он все это сделал. Хорош. Ну, Медлядема лучше спасти, как ни крути, до 200 голды. 200 голды! Спасти 200 голды. Ну, Никс подкопа нет, то есть он больше хотел забрать. А когда он погиб. Просто погиб. На Ликантроп начинает уже подавливать, и в будущем это будет тенденция продолжаться, потому что Лакрити будет улучшаться со временем. В Венжи Фолл Спирит появляться будет в Вейв, там 4 уровня прокачки, плюс опять-таки Венжен Саура, который дает топ-урон. Так, ставится Том Стоун, теперь они пытаются убить Дарка, Сол Рип Дарк получает, Станчик от Венжи Фолл Спирит залетел, в это время Свен, конечно, попытался убить Том Стоун, но, по-моему, Том Стоун даже заденали. То есть Лл Чеки не получил дополнительный денег. Хороший момент для IG. Да, но вообще они все очень круто делают, то есть они оставили Ликантропу, у которого так все хорошо. Ликантроп, он по кулдауну форум подключается либо в центр, либо вверх, убивает Хора, возвращается на линию. А Дайн вот в такой треплю очень опасен. Там ставишь Тамбу, хочется ее разбить, а там Хекс, Тетка, Стан, вот это все. Приятно. Докфайт перетягивается вниз, как раз-таки попытка поймать Дарксиры. Проблема в том, что Ликантроп может бегать с Дарксиром Вечность, потому что там есть Суч. А Шаду Шаман может помочь. Но здесь приходит воинк на топ и перехватывают Оли в свою очередь. Но надо Дарксиры поймать. Надо Дарксир в таком случае поймать, чтобы была компенсация за потерю на Аданго. Ливан сразу делает ТП. Сетка от тролля Некроманта. Да, Дарксиры переграл. И отпустили линию сверху. Ну все понял. Было инфа отступления, что пропали саппорты. У Ликантропа сейчас будет ультимейт. И ждем его активных действий. 10 секунд. Ну для ЧАЛ лучше вернуть Дарксиры СДС. Заставить его прийти на сложную линию. Заставить тем, что Ликантроп будет пушить. И потом селепортироваться, например, в Центр и убить. Может быть идеально было бы все-таки Некродомиконы первые взять. В Центре КХ погибает. Ой, а Ваинг не опасно ли пришел? Да ладно, если иллюминает. Все в порядке. Так вот, купить Некродомиконы. Если Некродомиконами, то уже можно точно любой фраг сделать. Абсолютно. Дополнительная Аура появится. Дополнительный урон. Мы видели, он и без них. Тоже фраги делает. Давайте посмотрим. Ну по идее, да. Честно говоря, с троллем можно остановить Дарксиры. Попытаться под Седжом. Сетка 1.75, у Дарксиры Сурдж действует 6 секунд. Ну нет, до одной сетки ты, конечно, не убьешь. Ну может быть там инвокер прям под сетку Санстрайк и нет, тогда будет больше рота. Ищет 200 хп Дарксиры. Да нет, вряд ли. Думаю, надо Некродомиконов дождаться. То есть Ликонтроп, он просто сейчас теряет время. Потому что пока фармит Ликонтроп, фармит Свен. И с каждой секунды Свен, он как бы, все больше и больше начинает контрить Ликонтропу. Из-за того, что артефакт не тяжело больше. Альтернативная связка ГДС плюс Дабл Дэмэдж. Не контриться? Когда на 11-й минуте приходит Свен, у которого 300 урона? Да. Просто за 3 удара любого. Реально не контрить. Но сейчас, правда, все эти бафы спадут. И Глиф нажали на тир-1 вышку и подтягиваются до команды Айджи под смоками. Очень хочется, конечно, этого наглого-наглого Свена подловить. Я думаю, подловит. Их Никс как-то суперкруто не сыграет, не спасет. Так, вот Снэп пошел уже. Ну тут без шансов как спасти. Вообще не понятно. Вышку, конечно, забрали. Забирают силу тьмы. Драка продолжается, между прочим. Так как Скоропейс бегает. Работает неплохой щит от Свена, оставленным перед его смертью. Sunstrike, Ваинга, Ваинг Вейв получает Sunstrike, он задоджил. Разворачивается, пробит GT, GT откидывается с танчиком сам. Но остается мало ХП. Но тролль тут, я думаю, разберется с одним. Со вторым может быть тоже. Живают еще попутно эмо. Triple kill by 11. И Оли тоже должен погибнуть. Минус 4 от команды Киев. Ну как-то легко получилось. Вроде как напали на тролля, все здорово. Внезапно оказалось, что... Верхнюю башню сил тьмы атакуют. В общем, напали на Свена, убили Свена. Оказалось, что и без Свена сильные ребята из кин. Ну, игрой эту выигрывать, видимо, будет только инвокер. Потому что Ликантропу, как мы видим, у него совсем все плохо в ближнем бою против троллей Свена. Ну, а Вингаут, она вроде бы есть, но она здесь больше как бафер заходит. Там бафнут Ликантропа, бафнут, там, не знаю, урон. Инвокер, если он будет бить с руки. Ну, и на этом все. И тоже в ближнем бою очень тяжко против троллей Свена. Свена ее может просто за стэш убить. Все так, да. Ну, купить надо барабан, купить Владмир, это вот, и выкачать свои вторую, третью. Как только это сделает Tengeful Spirit, она, по идее, свою задачу на игру, скажем так, выполнила. Все, что от нее требуется. Вопрос, как вот под эти все ауры будет действовать уже сама команда IG. Ну, Ликантроп все еще оставляет надежду на то, что он спасет эту карту, потому что фармит он исключительно хорошо, 5 по 700 нетворса, опережает даже Свена и тролля, да и всех опережает эту фарму. Кентавру, Биксер. Воид, ну, Дудл здесь. Никс выехал за Ликантропом. Свен тоже здесь прокликали, знает, что здесь сломали ветку. Здорово, Дудл. Прям в лицо ему метер-хаммер. Шторм-хаммер. Прям в лицо. Еще, Билл Фисп, Дудл. Постоял, постоял, да и, в общем, да и ухо. И 200 голды, смотри. Оп. И еще сверху 200 голды. Не, Ликантроп от игры уже не выигрывает, он слишком много ошибается, то есть они отдают очень много денег Дайр. То есть Ликантроп топ-1 Эфтер, забегает один под дражескую вышку, его там убивают. А Свен с троллем даже не раскачались у них, пока толком ничего и нет. А уже преимущество кинов 3000. Многовато будет. Даже тот самый Дарксир, у которого чувствовались проблемы на старте матча, сделав трипл килл за счет своих щитков, сразу купил себе доминатор, 1200 голды сверху. Но дальше мы знаем. Дальше появятся Кримсоны какие-то против Ликантропа. И нормально будет спасать свою команду за бафы. Как нужно. Смог от команды Рейден, но пытаются IG играть, конечно, агрессивно. Тут будет хутэсвап под Хекс, хорошая хромба, ставится Варби, тут Санстрайк, как Карапейс нажал, все впитал себя, потому что как долго он живет. Еще хороший щит от Алчикина был использован. Но Ликантроп здесь, убили Венжифл Спирит, размен на Никса, залетает в Фину Метеорит. Очень больно Алчикин, Алчикин погибает, это два минуса. Жена остается подраться у Ваинг, который получает Хекс. Потягивается Олд Элевен. Олд Элевен вакуум, волу фрепликов, все поставлено, есть иллюминейт, и Ваинг продолжает драться. Олд Элевен у него работает, как же, сдувает соперника для байбэка Свена и Никса, правда, много ресурсов потратили. И еще и забьют, здесь видим, Ликантропа. Посветили Волчат, убегает. В итоге Шадо Шаман и Инвокер, оставшиеся в живых. Ну, эта драка все-таки, если подводить какой-то общий итог в экономике, она в плюс для IG, все же. Байбэк на Свене, байбэк на Никсе, это довольно серьезный драк. Вот сейчас у них реально имеется шанс смывать либо тролля, либо Свена за раскаст инвокера. Санстрайк, Метеорит. Как только появится Блокинг Бар, получается, что с руки бьет Мангал, которой вообще ничего не будет уже. Она бегает, у нее 3-400, она ничего не фармит, фармит она не очень быстро с такими архивактами, и она уже больше как Суппорт. Ну, Ликантроп, он просто будет подводить лишние деньги либо к троллю, либо к Свену, и те будут их фармить там. Тролль просто будет фармить тычками, а Свен, наверное, за 2 удара убьет все. Ну, сабли для этого у него и есть, чтобы быстрее фармить. Да, поэтому сейчас вот им просто заказано, чтобы им выиграть, нужно просто идти драться, драться, драться и бить Свена, пока тот не успел купить Блокинг Бар, потом будет печально. Потом такое впечатление, что игра вообще закончится-то. Для IG. Андайанга нашли. Волна. Айдолар. Хорош, выжил. Выжил. Стики спасли. Решили не давить за саппортом пятой позиции. Да, неприятно получилось. Так себя показали в чужом лесу, а тут, конечно, Invictus Gaming убегают сразу же. На топе пытались перехватить КК, даже подсветили его, но это ничем хорошим в итоге не заканчивается. Дудл только-только покупает себе вторые, не кроме Миконы. Ну, темп фарма у него снизился. Вот мы говорили о том, что он опережал в одно время и Свена, и Тролли. Сейчас вот он умер. И уже третья позиция только. Это не есть хорошо. Но вот он, Вейв. Ставятся варды. Invictus Gaming решили сделать ставку на Рошана в этот раз. Так, ну и в курсе должны быть кины. Да, у Чики нужен на исходной позиции. Нет, конечно, БКБ, ну и было бы, наверное, совсем неожиданно бить БКБ на 16-й минуте. Однако все равно соперника прогоняют и будут здесь драться. Неплохой дискошарик. Ставится по-двоим. Подкоп комбинация просто сумасшедшая. И Метеор, который залетел от инвокера по 11, особо дэмэджа не нанес. Потому что Дарксир нормально может впитать. Пытается Дудла пробить. Минусует Некрономикона, Фолчикин. Очень быстро, очень круто. Можно еще и... Это вот Метеорхаммер... Штурмхаммер, прошу прощения, залетает на Медведя-Демонокрушителя, но догнать его не смогли. Ну, в общем, троих потеряли Виктус Гейминг, потратили Серпент Варды, потратили Некрономиконов. То есть очень много было лишних вот этих денег заработанных командой Кинг. То есть, по всему, я думаю, что Рошан они захотят сами себе тут. Почему нет? Сэн очень хорошо сыграл. Он прекрасно понимал, что его команда, скорее всего, справится без него. Он просто звонил Ликантропа. Ликантроп пытался пробежать, но Сэн бегал, бегал и постоянно кидал стан вовсю движуху Ликантропа и просто зафармил там Молчаков, Номиконов и все. Сэн не дает джить Ликантропу вообще. Ни ему, ни его сам. И вот план проваливается на игру IG. Все их мувы, которые они тут планировали сделать, выйти на Рошан таким образом, гангой через Ликантропа. Но большинство из них сейчас уходит просто никуда, они скорее больше видят. Оставляется воля. Плюс ко всему, теперь Ваинг не таится. Ну, я вот еще на стадии драфта сказал, что вот помнишь, мы говорили Пугна? Пугна это был вариант быстрого пуша. Действительно, Пугла могла сработать, все-таки ей нужно поменьше, чем Инвокеру. А Инвокер, вот он бегает, вот у него есть медалька, он хочет собрать себе аганим, и пока он не соберет аганим, он не так опасен драке, как если бы было вместе с ним. И из-за этого Ликантроп чувствует дискомфорт, потому что он вроде бы вот есть, да, вот он уже готов драться, аганим, выперть готов. Тяжело, тяжело, аг-6000 уже, кино вообще использует смог на чужом хайграунде, заходить в спину, вылавливать эмо. А тут мы поцепили. Тутал, стал хороший, люменейт, тутал, вакуумом стянули в последний момент, как отзывает, ну как неприятно, еще одна смерть. Аликантроп так и не выформил себе третий никоминный план. Ну и дальше ТП, свои вышки, что будут защищать, цепляют JT, хороший Плайтнинг, Плайт, иллюминейт в спину по JT, Венжифл Спирит, погибнет тоже. Ну и Венга, да, посмотрите, Офлейн Венга, 19-ая минута, сколько у нее денег? Мало у нее денег. Она скорее выглядит как довольно неплохо одетый саппорт, нежели как Офлейн. И то, и то в сравнении с Никсом, например, у Никса больше. А Никс четверка команды, кин, напомню. 8 тысяч уже, на 19-ой минуте. ну если в первой карте мы прям хвалили IG, все было неплохо, реально были шансы зацепиться за карту, здесь прям вообще такое ощущение, что шансов нет. Кин и переигрывают на классе, на драфте. БКБ уже готовы учить, хороший тайминг, сабли, БКБ и БТ, посмотреть 12-ая минута. Ну вот, инвокер дофармил Аганим, все, вот сейчас он берет Аганим, Invictus Gaming нажимает на смок, идет драться, они все умирают от слена с БКБ и сдаются. Это идеальный конец этой игры. Потому что сейчас, ну, объективно, так подумать, да, если игра затянется, Никс убьет инвокера, там, в глубоком лейте Никс оттенец, он уже оделся, качает монобёрт 4, и инвокер просто будет бегать без маны. Там, Ликонтроп уже ничего не скажет Свену. Винга это уже просто как саппорт бегает по, ну, пацаны. Нечем выигрывать. Реально нечем выигрывать. Никс. Он сейчас... Просканили. Да, да, да. Ай, да, силы света просканили. Ай, силы света просканили. Не-не-не, это скан был от эмо. А он пытался поднять и преследовать его или не преследовать. Опытки убить тролля. Там есть дискошар. На развороте можно поставить Вил офис. Так, не боясь, тролль варлорд идет вперед. Контроль рона, двадцатый, забрали одну Айджи, одну кен. Снизу две баунти рона так и остались, нетронутыми. Ну, закрываются Айджи, им не позволяют, конечно, фармить везде, где они хотят. Скорее, больше какие-то там остатки нейтральных кэмпов. Не знаю. Так, ну вот, а баунти рона ему идет контроль. Правильно, правильно. Аганим сейчас к ним должен прилететь. Где баунти, это все-таки немножко подсократит отставание. Лизу, шамана и барабановые вильги. Все, идеальный. Идеальный момент для смерти. В центре. Опять тузу ловит. Свап, хорошо. Хорошо. Самопожертвование. Самодача. Сакрифайс. Во имя Волка. И его счастья. И его хорошего будущего. Здорово, конечно, Оли кидает Дикей по-троим. Великолепно. Но еще лучше КК инициирует в инвокер, а потом залетает Штормхаммер, Вилл оф Висп, и инвокер умирает без байбека, потому что купил Аганим, конечно. А Уаинк в это время на 21-й минуте под фонтан гонит с упортов. А так все неплохо. В целом пойдет. И еще Никс. Ну, два подкопа, два кор-героя в таверне. Не знаю. 13 тысяч. Как бы я не хотел, чтобы у нас появилась интрига в этом матче в финале Винеров за выход в гранд-финал. Но интрига она просто умирает. Она умирает под фонтаном команды и двигать в гейминг. Давай под фонтан, давай, хорошо, налетай, Кримсон есть, можно под фонтан. Родновато, родновато. Родновато. Это у 22-й минута уже пора. Томс, он помешал заразу. Ладно, не уходит, стать в гейминге. В коем смыслу ходить. А, ну так, трон сломать они, видимо, не могут, потому что, ну, потому что, видим, просто пока урон не хватает, нужно скупить. Героя слишком быстро и остается. 21-я минута. Да, крайней делении не сломать, потому что сер два стоят, вышки. И надо на них, наверное, переключить свое внимание, попутно забирая святыни. Инвиктус гейминг, нужен смок последней надежды, тот самый. Да. Поехали. Ну, у них, то есть, у них аутов нет, они так напикали, вот, что они пойдут до конца. Инвокер определенно был риском, потому что, обычно, инвокер против Никса заканчивается тем, что Никса его убивает, но именно был локом лейтем. Соответственно, стейнлокер может как-то в мидгейме, там, например, постараться вывести за счет быстрого аганима, но чем дальше, тем хуже. Поэтому, мы видим, что за счет быстрого аганима он не вывез, ну, и сейчас его просто будут добивать. Тем временем, ладно, смотрим за атакой команды Ким, про другую новость, попозже. Ой, тут ловит, кстати, через прокаст, пытается л-чекина взять, успел ли он ПКБ нажал? Его нашли. Не успел, ПКБ нажал и умер, слушай секунду. Красиво. Тут Дарка съедает туту, слушай, это минус 2, давай, давай дальше. А тут трат потягивает своих, есть свап. Снова джетисторайт засевит, есть вакуум, стягивают под тролля. Три минуса сделали уже, ребята, из айджи, так тут тролль остается в итоге с Тарксиром, и тут Тарксир недодолго, это минус 4. Ого. Так, подождите, подождите. Дайте сяду поудобнее. Кажется, эта игра только начинается. Ребята, из кин решили подзакинуть. Ну, Свен как бы нафидил, ну, это его проблемы, это он решил замедлить игру на 5 минут, потом его команда решила, что они смогут подраться без Свена, ну, бог им судья, у них не получилось, но ничего не меняется, они сейчас просто пойдут вместе, все, что им надо делать, это Дарксиро отправлять на передовую, у которого Кримсон, у которого Баклер 2000, который он готов впитывать, а Свен стоит сзади и ждет момента для врыва. Вот тамыч, смене позу, на релаксовую? Да, конец, конец будет, конец близко. Все, моя поза хайпа сместилась на позу релакса. Да, вот 200 голды просто пришлют, Дарксир 200 голды подарил. Бежит такой, реконтроп по лесу, у него все очень плохо, команда противника выигрывает, но тут приходит надежда. Две сотки есть две сотки, как говорится. Дудл все понимает, но не забрать не мог. Так, ну и Дарксир, ты пятую позицию сместился по надфорсу все временем, инвокер, контроп, чтобы приподнялись? Знаешь, вообще, если инвиктус гейминг каким-то образом камбэк, это еще кинг гейминг, нужно вот так вот выйти и раза четыре нафидить, или нафидить где-то два раза в районе своей базы, так, чтобы после смерти всех пятерых, герой, в которых не будет байбэк, а ликантроп забежал и сломал базу, там, секунд за десять. Ну, я надеюсь, кинг гейминг не будет этого делать, я уверен, что они, так как и мы, не очень хотят видеть третью игру, я в этом уверен. Ты не хочешь видеть третью игру в финале Виннеров, китайская квалификация, на SL1, силы не равны, силы не равны, то есть я просто смотрю на кинг гейминг, и я понимаю, что они сильнее, они, если вот сейчас будут бить бак лучше, чего естественно им лучше делать, они легко выиграть третью игру. Вот они зашли, взяли свое, два байбэка, они просто дойдут, туда ждут кулдаунов и вернутся. Тут нет борьбы, тут отец разговаривает с сыном, вот именно в этой игре. Вот отец, с ремнем плотно проходится по сопернику сейчас. Да, с сыном. Сын явно где-то накосячил, потому что так жестко отец с сыном еще никогда не разговаривал. Минус два. Ну и видно, что да, если они все сделают правильно, тут нет борьбы, тут просто в одну калитку. Заменьки уже ставятся. О, Дудл, смотри, включил режим JT на фурионе. Тир-3 снес, кстати, нормально. Форму прожрал. Ну, Сын сейчас убьет саммонов, остается волк, и вот волк он убьет его, но не пробивает. Сын еще и подфармил хорошенько. Никак... Ну, байбэков там много выбили. Байбэк остался только... Ни у кого нет байбэка, хвал. Нет, у инвокера, у ликантропа есть. А, прошу прощения. У андайгу не хватает 300 голды, байбэк потратили два суппорта. Да, но на ликантропе байбэк вообще бесполезен, потому что без некрачей, без некрачей, без формы он никто. Такая ошибка или не ошибка, я сказал два суппорта, но тут веншифл спирит, он скорее кинь суппорта, байбэк тоже потратил. Вот он ликантроп, вот он без формы, тролль решил дальше не давить. Сразу же отступил. Мега стелепортировалась, она готова драться, но... все отступили. Появляется отхил Дарксиро. Вот с отхилом будет попроще. То есть, если в прошлый раз они убежали, то с отхилом можно как бы и стоять, и регениться, там, где-то в лесу подфармить и отрегениться за счет Владмирса. Троллю. Финальная драка должна быть вот где-то на Рошане. Рошан очень легко забрать. Тролль подошел, разогнался, отхиливается. Главное, что впитывал Дарксир, а тролль постоянно бил. Враги пришли, Кинг Гейминг их убьют. Враги не придут, Кинг Гейминг зайдут на базу. Ну, а Инвиктуз Гейминг-то зайти пока не могут на Рошан и там подраться, потому что ликантроп совсем немножко не хватает на БКБ, так как с БКБшка может быть и захотел пойти попробовать свои силы. Вот, смотри, честно, БКБ натикало, но там уже тот самый тролль, который действительно настакал свою посидку. И Рошан остается меньше половины здоровья. Сыра есть в этот раз Свен, ой, оверфарм Свен, и смотрю на него. Да и да, он должен появиться как раз к следующему заходу. А заход уже близок. Кстати, Свен вообще с Рошаном ничего не получает, все достается, как понимают, голю, я видел сосед. И по верхней линии, да, там, где еще осталось Тер-2. Дудл опять принимается за сплит-пош. Так, 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 прошлый раз получилось Тер-3 сломать. Что получится в этот раз? Глиф уже был использован. Слушай, кингеминг по-доброму, конечно, вернуться бы защитить. Деньги. Много-много денег. Надо убить. Надо добить обязательно. Нет, того не стоит. Дейдаус есть? Линия пушится с Ниной. Для которых нажимает форму. Тайвер, не стилесно. Убьет он его? Да, он его убьет. Четыре удара. Нам криты прошли, конечно. Это еще без Дейдауса. Сейчас Дейдаус. Да. Ну, Сликан. Так, ну если мог, сразу идем в районе центра. Возвращаемся к исходному плану. Давим строение, пушим их. Уничтожаем. Теперь нет спидпушера того самого. И King Gaming спокойно заходит. Линия снизу пушится. Линия сверху тоже подпушивается. Через центр можно зайти. Вот центральные крибы сейчас подойдут. Отключат антибакдоры и можно будет сломать. Можно вниз, можно вверх, куда угодно. В общем-то, Тир-2 там уже нет. Ни снизу, ни сверху. Решили на нижнюю линию. Там бараки голые. Там проще. Заметно проще. А эта роль уже начинает демонтажить. Демонтаж. Так, барабаны барабаним. Свапаем под хекс. Комбинация простая, известная. Ну, Свена неплохо пробивает змейки. Вот, змейки отрабатывают, но змейки далеко стоят. Опять King Gaming подошли, теперь они наступили и у Свена очень скоро появится ульт. До этого можно 20 секунд подфармить лес. Ну, тролль, ультимейт, БКБ, все осталось. Питал, не боится. Ребята из IG, очевидно, ждут момента, когда закончится Аегет, чтобы свапнуть, все убить. Да, пять секунд. Все, Свен готов. Свен, потом еще какой-нибудь кентавр набегает на асуру, уже и понеслась. А тролль выманивает. Глиф еще, но терпят как могут, но тролль тут не успеет, точнее, или контроль не успеет сплитпушить, он просто ходит и собирает баунтироны пока. Причем отказался от покупки БКБ, решил купить кирасу. Вот настолько отчаянные решения, что не защищаем себя, просто как-то уплотняемся команду, потому что свою сейвим. Немножко кирасы броню дополнительно даем. Звучит, конечно, интересно, но нижней линии уже нет и топ только остается. Кираса куплена, байбэк Эликандро в себе не оставляет, байбэков команды Рейден просто нет, ни у кого, даже у Инвокера он тоже купил себе Блокинг Бар. Ну вот он свап на 11, 11 пытаются взять, Блазель, это байм, отличный карапейс, Шеклз, 11, но его должны забирать за Шеклз, между прочим, Батарксира слили. Неплохо получилось, тут же делает байбэк. Никс пытается уйти, Дудл там с некрономиконами, дает вижн, все это забирает Улчекин, как же много он зафармился сейчас с низеньких ударов. А Эггис троллис наконец сняли. Так, ну там у него еще останется, между прочим, сыр. И Блокинг Барк, который, конечно, нажимает, ставится вилу-физ, начинает работать по андайгу, Бакум под полу-треплика, шикарно сыгранный 11 после байбэка, здорово скомбинировал. И в итоге забирает троих у Баинг, всех смял, остается Дудл, который не имеет формы. За ним тоже погоня, пузами останавливают его, пробивают спину, криты работают, все как нужно. Ультра килл байбэк, ну и давай, кто там рэмпаж подарит? Давай-давай, байбэк, пошел-пошел вперед Свент от БКБ, байбэк под его поддержкой за рэмпэйджем. И рэмпэйдж не дали. У меня не высветилось. Хотя он 5 фрагов сделал, может быть, время прошло. Ну, в общем, чтобы победить страничков, Invictus Gaming молодцы, они это могут. Но для King Gaming они еще не готовы, они слишком нестабильны. Первая игра была хорошая, там действительно Invictus Gaming показывали хорошие мувы, но во второй игре просто было видно однозначное превосходство King Gaming. Во многих моментах. Единственное, где King Gaming фейлили, это вот снизу, когда они пытались там вводить их соляновые из билда Undying, это, наверное, единственный их минус по игре. В остальном они были лучшие Invictus Gaming. Да, представьте, насколько был большой запас прочности у команды King, запас для победы, что они могли позволить отдаться пятером, отдать там около 5-6 тысяч денег сопернику просто там буквально в одну минуту и при этом вообще беспроблемно закончить эту игру в свою пользу. Ну, вот драфт, драфт так получился, то, что Invictus Gaming их план не прошел с Ликантропом, с Инвокером, Ластпик. Может быть, что-то, что-то было по-другому на драфте, там пукну предлагали. Может быть, не стоило настолько сильно уходить в этот пуш, делать венгу тройкой, потому что, ну, откровенно, JT вот в этой карте был незаметен. 2-10-8 у него всего лишь. Что получается, друзья? Друзья, получается очень просто. King Gaming отправляется в гранд-финал, а отдыхать отправляется директор, директор, параллельной встречи от команды Рэлд-02 отлетел. Все чемпионы Интернешнл поиграли сегодня, выиграли одну каточку, два матча залили и отдыхать. Это уже хорошо, Рустам, это уже неплохо. Ну, ладно, встретим E-Home где-то еще на каких-то отборах. Больше мы их пока нигде встретить не можем. Ну, а завтра, друзья, будет один матч в Китае. Это будет противостояние Invictus Gaming и Royal, второй состав Royal Never Give Up. Если кто забыл, будет матч в формате Best of 3. Встретимся мы с вами, надо со временем точно определиться. Так, подожди, написано 12, стало быть, это во сколько? 13 по Москве, правильно? Правильно. 13 по московскому времени, друзья, первый канал Рухаба, ровно там, где вы сейчас находитесь. Мы с Дмитрием вернемся в прямой эфир и покажем для вас матч с участием Invictus Gaming и Royal. И, соответственно, победитель той пары уже послезавтра в Best of 5 встретится с коллективом Кин. У Кин прекрасный шанс на попадание на ESL, на выигрывание этой квоты, потому что гранд-финал они будут начинать с счета 1-0 в формате Best of 5. Но это будет чуть позже, друзья. Сегодня все. Если параллельно остались хоть какие-то трансляции, обязательно их смотрите. Я вижу, что работает четвертый канал, где комментирует Crystal May. Tigers играет против команды Amplify. Это Юго-Восточная Азия. Тоже отборы на ESL 1 над Вермингом. Основные трансляции уже закончились, поэтому переключайтесь к Crystal May, передавайте ему привет, а мы передаем вам пока. Спасибо, что были с нами. Для вас работали Адекват и Light of Heaven.